Здравствуйте, друзья! Почему поезд сдает назад перед движением? Всем привет, с вами снова я! Железная дорога начала свое существование почти 200 лет назад, и хотя сейчас активно развиваются разные транспортные отрасли, поезда пользуются большой популярностью среди пассажиров. Удобный, а часто еще и выгодный по стоимости способ передвижения между регионами и на пригородных маршрутах подходит и для молодежи, и для пожилых людей, для мам с детьми и спортсменов. За столетие существования подвижной состав неоднократно менялся, не перестает развиваться он и сейчас, хотя некоторые особенности остаются неизменными на протяжении десятилетий. Среди таковых стоит отметить то, что поезд сдает немного назад, перед тем, как начать движение вперед. Поступок машиниста кажется нелогичным, но это только на первый взгляд. История железнодорожного транспорта начинается в 20-х годах 19-го столетия. Изначально за движение составов отвечали паровые двигатели. Топливом был каменный уголь, который кочегары подкидывали в топки на протяжении пути движения. Первая железная дорога стала функционировать в 1825 году. Правда, перевозили по ней нетяжелые грузы. Произошло это историческое событие в Великобритании. Более полноценной дорогой и пригодной для перевозки тяжелых грузов стали пути между Манчестером и Ливерпулем. По рельсам курсировал небольшой состав из кабины машиниста и двух вагончиков, в которых размещались пассажиры. Постепенно железнодорожный транспорт развивался, инженеры работали над повышением возможностей поездов. Для этого они создавали более мощные двигатели, тщательно продумывали все конструктивные особенности. Еще тогда на заре зарождения железной дороги было замечено, что пути нельзя прокладывать через высокие горы, и поезд должен сдавать назад перед движением вперед. С первой особенностью все ясно. Чтобы поднять многотонную массу на гору, необходимый двигатель невероятной мощности. Проще построить объездные пути. Со вторым пунктом сложнее, но достаточно знать законы физики, чтобы дать им логичное объяснение. Зачем движение назад? Ради справедливости стоит отметить, что многие современные локомотивы оснащены мощными двигателями, поэтому они могут сразу начать движение вперед. Старые локомотивы похвастаться такой возможностью не могут. Причина довольно проста и банальна, но чтобы найти ответы на интересующие вопросы, необходимо подробнее рассмотреть начало движения с физической точки зрения. Чтобы тронуться, локомотиву необходимо сдвинуть с места огромное количество вагонов, общая масса которых довольно внушительна. Из-за сил трения, возникающей между колесами и рельсами, сделать это трудно. Точнее, возможно, только при наличии мощного двигателя. Если машинист делает движение назад, толкнуть вагоны проще, чем потянуть за собой. Натянутое сцепление между вагонами ослабевает. При последующем движении вперед, локомотив приводит вагоны в движение по очереди, а не все сразу. В связи с этим и тяговые усилия требуются значительно меньше. Простой прием помогает набрать двигатель обороты и развить необходимую скорость для движения. И хотя в некоторых поступках иногда не видна логика, достаточно присмотреться поближе, чтобы понять, что все логично.